Путь Маты Харри на скамью подсудимых начался с того, что в молодости она выбрала не того мужчину. Она жила ярко, горячие танцы Востока, завораживающие публику, влиятельные любовники, роскошь и богатство. Спала со многими, но любила только одного – русского офицера. Тогда еще никто не знал, что эта женщина – опасный двойной агент, шпионка, добывающая благодаря своим связям секретную информацию, помогающую Германии. Предательница, из-за которой погибло минимум 50 тысяч солдат? Или все-таки просто талантливая куртизанка, ставшая жертвой политических интриг? Это история с Artifix – рубрика о героях, самозванцах и тех, кто изменил наш мир. Так кем же была она? Сейчас вы узнаете о невероятной жизни, роковой ошибке и бескорыстной любви легендарной шпионке. Мата Хари – известная танцовщица из Индии, прославившаяся потрясающими восточными ритуальными танцами, от которых невозможно было оторвать взгляд. Она завоевала Европу и сердца многих мужчин благодаря своему телу. Эту информацию плюс-минус знают все. А что, если я скажу вам, что танцевать она не умела, родом была не из Индии, да и зовут ее Немата Хари? Настоящее ее имя – Маргарет Гертруда Зелли. Родилась в августе 1876 года на севере Нидерландов. У нее было безбедное и счастливое детство. Отец шил женские шляпки в своей мастерской, инвестировал в нефтяную промышленность и обожал баловать единственную дочь. У девочки было трое братьев. Но когда Маргарет исполнилось 14, умерла ее мама. Отец обанкротился, завел новую семью, а дочку отправил к крестному. Маргарет начала учиться на воспитательницу детского сада в Лейдене. Но перспектива работать по профессии ее не устраивала. Не тот характер и не тот темперамент. Она была яркая, свободолюбивая, энергичная, шумная. И, пытаясь как-то себя развлечь в этом унылом учебном заведении, начала флиртовать с директором. Вскоре их симпатии друг к другу стали слишком заметны для окружающих. Непонятно, что именно между ними произошло. Но крестный забрал ее из школы. Девушка мечтала скорее стать самостоятельной. Однажды она увидела объявление в газете. Написано там было следующее. Молодой, красивый, отважный офицер с великолепным будущим ищет даму сердца. Звучит как то, что нужно, решила впечатлительная 19-летняя Маргарет. И написала письмо офицеру. Молодые люди пообщались, встретились. Здесь выяснилось, что он на 22 года старше и звали его Рудольф Маклеот. Оба были друг другом очарованные. Через шесть дней они обручились, а через четыре месяца обвенчались. Маргарет наконец-то больше не зависела от родственников. Теперь все было так, как она хотела. С ней молодой, красивый, отважный, состоятельный. После свадьбы они уехали на место его службы в голландскую Ост-Индию, современную Индонезию. Правда, ее муж Рудольф оказался довольно далек от того образа героя, который она себе представляла. Он был хамоватым, пил, таскался по проституткам, бил жену. В браке, который длился 8 лет, она родила сына и дочь. Сама была вроде как прохладна к детям, а вот Рудольф, наоборот, их очень любил. Семейную жизнь обращала не только отношения мужа к Маргарет. Нет, однажды случилась настоящая трагедия. Внезапно умер их сын. Это, конечно, загадочная история. Вроде как служанка подсыпала детям яд. Дочка сильно болела, но выжила, а мальчик так и не смог поправиться. Для чего именно служанка это сделала, непонятно. То ли Рудольф ее изнасиловал, то ли избил ее любовника, неизвестно. Но в основе версии месть. Хотя часто встречается более прозаичная версия. Их сын умер от сифилиса, переданного от родителей. И логично, что семья хотела скрыть этот факт. Поэтому и придумали историю с отравлением. После смерти сына их совместная жизнь превратилась в кошмар. Он пил, бил и издевался. А Маргарет не могла от него уйти, так как сама абсолютно ничего не зарабатывала. В этой ситуации, пережитого горя и полного одиночества, она начала заводить любовников. Одного за другим. Офицерам она очень нравилась. А офицеры нравились ей. В конце концов, начальство устало от всех этих интриг, постоянных скандалов. И их с мужем отправили обратно в Нидерланды. Там, наконец, терпение лопнуло. Рудольф остался в Амстердаме с дочерью, а Маргарет уехала в Париж и пыталась начать жизнь заново. Сначала она пробовала стать натурщицей. Потом выступала в цирке наездницей. Ничего не получалось. А в моде тогда было все восточное. И она решила прославиться, связав свою карьеру с экзотикой. В Индонезии она насмотрелась на интригующие, необычные для европейцев танцы. Только Маргарет их усовершенствовала и ввела эротику. Получилась дикая смесь культур псевдовостока. К тому моменту на службу в Нидерландский флот с 1898 года поступили бронепалубные крейсера «Гилдерленд». Их специально создали для службы в колониях. Было всего шесть таких кораблей, кораблей этого типа. Их назвали в честь провинций Нидерландов. Они участвовали в Первой и Второй мировых войнах. Если честно, для меня все эти корабли особо не отличались друг от друга. Пока я не поиграла в мир кораблей. В игре военные корабли разных стран. Их можно не только рассмотреть, из них можно пострелять. Поучаствовать в командном морском онлайн-экшене, в котором вы, управляя боевым кораблем, сражаетесь против реальных игроков. Космические эмоции, очень клевая графика, красивые виды и вообще ощущение, что ты попадаешь в какой-то крутой дорогой фильм. Самое интересное. Пять классов кораблей 13 наций воссозданы до мельчайших деталей по реально существующим прототипам. И здесь не только существовавшие корабли, есть даже те, которые заложили, но не достроили. Можно биться с воды, можно из-под воды, а можно с воздуха. В честь Дня Победы в мире кораблей до 24 мая вы можете пройти по памятным страницам истории, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной войны, и поучаствовать в исторических сражениях. Да уж, это намного интереснее, чем изучать это все по учебникам. Играйте, получайте награды, подарки и совершенствуйте своих кораблей. Причем играть можно бесплатно. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и забирайте подарки. А если вы не заходили в игру более 60 дней, вас тоже ждет приятный сюрприз. Это отличный способ расслабиться и забыть о делах и проблемах. Я не самый продвинутый игрок, но знаю одного человека, который игры очень любит. Это наш монтажер. Настя, я знаю, что ты меня видишь. Только ролик сначала домонтируй, пожалуйста. Танцуя, она часто постепенно раздевалась, по сути показывая стриптиз. Необычный восток, плюс раздевание. Та еще диковинка. Несмотря на то, что она оголялась полностью, в большинстве случаев оставляла прикрытой грудь, потому что стеснялась ее маленького размера. Публика была в диком восторге от ее выступлений. Женщина укутывалась в легкие покрывалы разных цветов, которые символизировали красоту, любовь, теломудрие и страстность. Все эти чувства она передавала в своем танце. Ткани с нее слетали одна за другой. Она замирала, обнаженная, перед восхищенными зрителями. Танцовщица очень быстро стала знаменитой. Маргарет Зелли умерла. Вместо нее родилась всеми желанная Мата Хари. Мата Хари означает «восходящее солнце». Или дословно по-малайски «Око дня». С мужем она развелась, дочь ее особо не интересовала. Но, конечно, она не могла остаться просто Маргарет из Нидерландов, разведенка после 30-ти. Женщина придумывала легенду. Заявляла всем, что родилась не в Нидерландах, а в Южной Индии. Хотя на самом деле в Индии она никогда не была. Говорила, что ее растили жрецы храма. И с 13 лет она владела священным искусством храмовых танцев. Потом в нее влюбился английский офицер и привез в Европу. Миф этот менялся в деталях время от времени. Ее шикарный дебют произошел в 1905 году в музее Гиме. Музее азиатского искусства в Париже. Она танцевала среди скульптур, кружилась как фея. Публика была в полном восторге. В тот 1905 год она 30 раз выступала в лучших салонах Парижа, в доме барона Ротшильда. Кроме того, с успехом танцевала в Марселе, Берлине, Вене. Ее жизнь кардинально изменилась. Выступления перед богатой публикой, деньги, роскошь, лучшие украшения, шикарные отели и нескончаемые любовники. Кстати, в Париже запрещено было танцевать обнаженной, но Хари это не касалось. Во-первых, на каждом представлении она подробно объясняла на французском, голландском, английском, немецком и малайском языках, что, на минуточку, это не стриптиз, а священные храмовые танцы из Индии. Мой танец – это священная поэма. Здесь три стадии, которые соответствуют божественным атрибутам – брахмы, вишну и шивы. Созидание, плодородие, разрушение. Во-вторых, у нее были влиятельные любовники, как я сказала, политики, военные, бизнесмены. Она выбирала мужчин очень богатых и при должности. Среди них, например, военный министр Франции Месьми, кронпринц Германии Вильгельм, барон Ротшильд и многие другие. Никого из любовников не смущали ее связи. Все были рады и довольны. Кроме жен, наверное, но это уже другое дело. Что касается карьеры танцовщицы. Вскоре появились подражательницы. Отличались они тем, что не раздевались догола. Она ненавидела конкуренток и говорила, «Меня, родившуюся на острове Ява среди пышной тропической растительности, с раннего детства посвящали в глубинное значение тех танцев, имеющих культовый, религиозный смысл». Понятное дело, она хотела защитить свое ремесло и популярность, ведь не была профессиональной танцовщицей. И вот как раз профессионалы это прекрасно понимали. Маргарет, хоть и брала уроки танцев, в балет к Дягилеву попасть не смогла, что вполне логично. Ну и ладно, до 1914 года у нее и так все шло блистательно. О ней мечтали все европейские сцены. Потом интерес ко всему Восточному стал угасать. Да и она сама вышла из формы, ей было уже около сорока. Мир предчувствовал Первую мировую. Было довольно тревожное время, и ее карьера танцовщицы подошла к логичному завершению. К счастью, Маргарет смогла сохранить своих поклонников. Они и содержали ее время от времени. Знаете, для нее войны как будто не было. Она ездила из Нидерландов в Париж и обратно, неоднократно пересекая границы, тратила деньги и жила так же ярко, и, конечно, привлекала этим к себе внимание. Однажды во время войны она в очередной раз решила отправиться из Голландии в Париж. Во время Первой мировой войны Нидерланды были нейтральными. Страны разделяла линия фронта, и ехать приходилось через Испанию и Великобританию. И тут... На нее обратила внимание немецкая разведка. Осенью 1915 года в Гааге к ней пришел Карл Кремер, консул Германии в Амстердаме. Он предложил ей 20 тысяч франков, примерно 61 тысячу долларов на сегодня, за шпионаж в пользу Германии. Вроде как она взяла эту сумму как компенсацию за свои меха, драгоценности и деньги, захваченные немцами, когда началась война. Но на работу не согласилась. По сути, в этом-то и заключается вся интрига этой истории. Шпионила ли она на немцев? Мата Хари уверяла, что нет. Тогда во Франции началась шпиономания. И такая любвеобильная женщина вызывала вопросы у разведки. Спецслужбы Англии и Франции отслеживали ее передвижения и контакты. А она этого не замечала. Маргарет влюбилась. По-настоящему. В капитана 1-го русского особого императорского полка Вадима Маслова. Он прибыл на Западный фронт в качестве помощи от русских союзников. Ему 23. Ей 40. В нем не было почти ничего из того, что она так ценила в мужчинах. Ни денег, ни влияния. Но это ее не смущало. Она говорила, что он был единственным человеком в ее жизни, которого она любила. Мата Хари ради него решила оставить свою карьеру куртизанке. Но перед этим, на безбедную жизнь, ей нужно было накопить денег. Через несколько месяцев после начала их отношений Вадима тяжело ранили немцы. Он потерял зрение на один глаз. Летчик лечился на курорте, который располагался в запретной прифронтовой зоне. И Маргарет туда не пускали. Она попросила друга и военного министра сделать ей пропуск. Он отправил ее в военное бюро по делам иностранцев. А там то ли она открыла не ту дверь, то ли вообще изначально все подстроили. Женщина оказалась в кабинете капитана Жоржа Ладу, руководителя французской контрразведки. Он предложил ей шпионить для французов. Мата Хари ответила, что подумает, и спустя некоторое время согласилась на работу за миллион франков. Это была ошеломительная сумма. Мата Хари пояснила, что как раз столько ей нужно, чтобы завязать со своими похождениями и жить спокойно с любимым Масловым. За это она пообещала снова соблазнить своего бывшего поклонника Кронпринца и добыть планы германского верховного командования о ближайшем наступлении. В разговоре она упомянула имя одного из главных германских агентов по найму шпионов. И то, что она его знала, насторожила начальника французской контрразведки. Он не дал ей аванса. И еще деталь, о которой ни Мата Хари, ни Ладу не знали. Кронпринц считался командующим группой армий, являвшихся главной силой немцев на Западном фронте. Но реальной власти у него не было. И секретных сведений тоже. Так что идея изначально была провальная. Но она с энтузиазмом принялась за дело. Мата Хари должна была выехать в Испанию, оттуда в Бельгию, где расположены германские штабы. Правда, все с самого начала пошло не по плану. По дороге ее арестовали англичане. И Маргарет допустила ошибку, которая стоила ей жизни. Агенты доставили ее в Лондон для дальнейшего допроса. В их списках Мата Хари числилась немецкой шпионкой. И об этом они докладывали главе французской разведки, тому самому Ладу. На допросе она честно призналась. Да, шпионка, но на стороне союзников, Франции, еду на дело, и меня завербовал сам Ладу. Вы представляете, что вообще в голове у этой женщины? Шеф Скотланд-Ярда был в таком шоке от подобного признания, что связался с Ладу и спросил, так ли это? Позже Ладу говорил, что якобы ответил, ничего не понимаю, отправьте Матухари обратно в Испанию. Мы не знаем, как было на самом деле. Но Ладу был в ярости. Она выставила его полным идиотом. Маргарет отпустили, а Ладу жаждал мести. И месть его была ужасной. Он начал собирать на нее компромат. В Мадриде она немецкому военному атташе рассказала некоторые сплетни из жизни французских политиков. Поделилась еще какой-то пустяковой информацией, а французам передала данные о немецких подводных лодках у берегов Марокко. Но французская разведка, как я сказала ранее, уже подозревала ее в шпионаже в пользу немцев. Как говорится, тучи вокруг нее сгущались. Но она этого не понимала. Даже ее поклонник, испанский сенатор, сказал ей, что ему посоветовали больше с ней не общаться. Матехари была убеждена, что угрозы нет, и вернулась в Париж, чтобы продолжить работать и накопить денег для спокойной жизни с Масловым. А там произошло то, чего она никак не ожидала. Вадим сообщил ей, что ему приказали порвать с ней всяческие связи. И он подчинится, и начали шиться карьеры. Она была разбита. Среди всех бесконечных поклонников только один мужчина был ей нужен. С ним она хотела провести жизнь, ради него рисковала и пыталась накопить денег. И вот он бросил ее. Как она отреагировала? Начала делать то, что умела лучше всего? Развлекаться. 13 февраля 1917 года в Париже в отеле на Елисейских полях ее арестовали. Маргарет посадили в женскую тюрьму, где она провела 8 месяцев. Спала в камерах с блохами и крысами. У нее не было мыла, чистой одежды. Она была просто раздавлена, плакала, писала письма с объяснениями, умоляла ее отпустить. Дело вел следователь военного министерства капитан Пьер Бушардон. Он изначально относился к ней как продажной женщине и предательнице. Ее обвиняли по 7 пунктам. Каждая из выдвинутых против нее обвинений было очень расплывчатым. В нем не было каких-то конкретных секретов, которые она передавала. Суд присяжных состоял из председателя и шести судей. Все они были офицерами. Среди прочего, ее обвиняли в связях с военными разных армий. По свидетельству ее бывшего любовника, военного коменданта Парижа, майора Эмиля Массара, она ответила на это. Вот вы только послушайте. Все, кто не офицеры, меня не интересуют. Офицер? Существо особое. Кто-то вроде артиста, живущего на свежем воздухе, среди разрывов снарядов и всегда одетого в соблазнительный мундир. Да, у меня были многочисленные любовники, но все они были красивые солдаты, храбрецы, всегда готовые сражаться и одновременно всегда любезные и галантные. Для меня офицер составляет особую породу. Я никого никогда не любила, кроме офицеров, и меня не интересовало, был ли он французским, немецким или итальянским. Хотя среди ее поклонников, и это известно очень точно, были отнюдь не только военные, но, видимо, с другими это была работа, а тут по зову сердца. Все, что было на нее у следствия, расшифрованные немецкие радиоперехваты об агенте Ха-21. Сведений было мало, просто перечисления перемещений, но они совпадали с поездками Манте Хари. У нее изъяли флакончик якобы с невидимыми чернилами, но это оказался цианит ртути, болезненное противозачаточное средство. Еще были выписки из банков о том, что она получала огромные суммы от немцев. На одном из допросов Манте Хари призналась, что взяла у немцев некоторую сумму только для того, чтобы втереться в доверие. Остальные деньги ей переводили любовники за интимные услуги. Она любит Францию, на немцев не работала, вступила с ними в контакт только по заданию ладу и поставляла врагам исключительно дезинформацию и сплетни. Следователь ей не верил. Среди людей, с которыми она встречалась, были немецкие военные и разведчики, но они действительно вполне могли быть ее любовниками. Во многих спецслужбах мира платили из агентурных денег за абсолютно разные вещи, включая и плату за интимные услуги. Матте Хари была не единственной, и суд это прекрасно знал. На суде она заявила, «Куртизанка, да, но предательница? Никогда. Я всегда жила ради любви и удовольствия». В ходе расследования допрашивали чиновников и военных. Все, кто согласился участвовать в деле, говорили, что Матте Хари никогда не пыталась узнать какую-либо политическую или военную информацию. Ее интересовали только деньги, и она точно не виновна. Никто их не слушал. Суд проходил за закрытыми дверьми. Материалы дела были засекречены. Ходили слухи, что за танцовщицу ходатайствовали два короля и премьер-министр Нидерландов. У нее был опытный адвокат, но ему приходилось туго. Отказали даже в перекрестном допросе свидетелей обвинения и прямом допросе его свидетелей. В своей большой заключительной речи он долго доказывал, что прямых улик нет и Матте Хари невиновна. Прокурор Марне в обвинительной речи говорил, «Матте Хари стала причиной гибели 50 тысяч наших солдат, не говоря уже о тех потерях, что мы понесли на море». То есть ее обвиняли в том числе в массовых убийствах. В прессе была огромная кампания против нее. В статьях танцовщицу выставляли злейшим врагом и главным предателем, из-за которого так плохо складываются дела на фронте. В 1917 году во Франции из-за неудач в битвах в войсках вспыхивали мятежи. За промахи кто-то должен был ответить. Война затягивалась, а французы несли большие потери. Третий французский трибунал приговорил ее к высшей мере наказания – расстрелу. Когда она услышала это, то вскочила и воскликнула, «Это невозможно!» Многие не могли в это поверить, но никакие связи и покровители не в силах были изменить решение. Прошение о помиловании суд отклонил. Утром 15 октября 1917 года Маргарет повели на расстрел. На ней была изящная одежда, она держалась стойко, попросила развязать ее и не надевать на глаза повязку. Это выполнили. Веревку лишь слегка накинули ей на талию. Матахари спокойно смотрела в глаза тем, кто через мгновение должен был лишить ее жизни. Офицер дал знак, и ее тело изрешетили пули. Она медленно осела на землю. Писали, что перед смертью она послала военным воздушный поцелуй. По легенде, один солдат, пораженный ее поведением, произнес «Бог мой, да эта женщина знает, как умирать!» Затем офицер подошел к телу, достал револьвер и произвел контрольный выстрел в голову. Конечно, после ее смерти возникли слухи, что влиятельные любовники подкупили солдат, и те стреляли холостыми. И что после Первой мировой войны ее встречали в разных городах. Наверное, подобные слухи возникают почти после каждого громкого случая. Остается вопрос, была ли она виновна в шпионаже в пользу немцев. Думаю, наверняка мы этого не узнаем никогда. Основных версий три. Первое, она была двойным агентом, служила и французам, и немцам, получая деньги с обеих сторон. Когда французы это поняли, арестовали ее. Второе, никаких сведений она не знала, ее подставили, потому что нужен был кто-то, кого можно обвинить в неудачах на фронте. Третья версия, она всегда была за Францию и работала только в ее пользу. Немцам надоело, что она рассказывает им одни слухи, не передает каких-либо серьезных сведений, тянет деньги. И специально слили информацию о перемещениях шпиона, которая подходила под перемещение Харри, а французы в итоге сами устранили своего агента. Правда, немцы уже после войны да вообще никогда не говорили о том, что она на них работала. Сегодня самая устоявшаяся версия, что она хоть и работала, вероятно, на обе стороны, не имела достаточно ценных сведений. Имея бешеную популярность при жизни, она никому не нужна была после смерти. Ее тело никто не забрал и его передали на изучение медикам. Ее голова была забальзамирована и хранилась в музее анатомии в Париже. В 2000 году обнаружили, что она исчезла. Возможно, еще в 1954 году во время переезда музея. В 1932 году вышла книга Ладу. В ней он выставил Матехари врагом и шпионом. На основе этого произведения сняли фильм, в котором танцовщица также выставлялась чудовищем. До сих пор ее история завораживает кинематографистов. Выходят многочисленные фильмы и сериалы, посвященные жизни этой женщины. Что ж, вполне закономерно яркая биография, популярность, шпионаж, любовь, политические игры, трагическая смерть. Идеальный сюжет для блокбастера и для наших выпусков. Но она отнюдь не единственная противоречивая личность в истории. И об одном интереснейшем герое я расскажу вам в следующем выпуске. А вы пока напишите в комментариях, нравятся вам шпионские истории? Субтитры создавал DimaTorzok